всего ничего мы с вами смотрели рекламу совсем короткую а глядите ка уже разрыв 540 с небольшим но и здесь уже все здесь они уже затележили здесь по динамике в принципе только ладонил производит впечатление гонщика который несмотря на свой рост мог бы еще тут добавить и когда будет выполаживание возможно он это сделает пока же вы видите молотит буквально довольно таки легкую передачу его капитан винера на кона уж куда как горняк да и тем не менее оседает в караван техничек но это связано разумеется с его затратами на предыдущих этапах но ведь не только горные грегори как этот колумбиец но их капитаны тоже тратились неизбежно пусть и сидели больше на колесе но тем не менее и с ними может происходить в один прекрасный или для них ужасный момент то же самое на сегодняшнем этапе и кому-то это на руку разумеется тем которые чувствуют себя по-настоящему хорошо группа розовой майки на этом марафонском восхождении просеивается и просеивается монтеграпа это подъем пожалуй что самый длинный потому что даже стель вио с той стороны не был настолько длинен хотя он более то что называется регуляры фото в принципе на которой сегодня по сути дела и финиширует этап потом там дальше уже останется достаточно немного хотя как сказать последние 15 километров вот этих пологих нырок вниз вверх вниз ну там тоже можно если если у тебя на году мала на там тоже можно отыгрываться в общем это конечно немножко парализует активность чистых горняков потому что они осознают что если они не отсадят мала на далеко то он на этих выполаживаниях может снова и снова добирать и растратятся все прилично а завтра разделка и соответственно те претенденты в разделке будут совсем тепленькие так или иначе хоть не были твердить что его не интересует никакое место кроме первого все претенденты на призовое место думают конечно и о том чтобы не потерять шансы подняться на пьедестал почета и когда они чувствуют что перевес не настолько велик и что риск не оправдан до конца они могут и не тронуть как говорится своего главного конкурента что же касается фоцы то она гора гораздо более регуляры практически целиком это 7 процентный градиент с небольшим хвостиком и рампы есть их пару штучек но ничего экстремального то есть максимальный градиент 11 процентов последняя гора продолжительностью 14 километров и это такая работа которая тоже не позволяет особенно расслабиться и не позволяет переключиться и в то же время подходит настоящим горнякам которые взяли свою мощность уперлись и пошли я вам не досказал про кентану во время восхождения к оропе он дал скороподъемность 1500 1659 ватт и при этом держал среднюю мощность 380 это при его маленьком росте и небольшом весе видите настолько далеко насколько вчера думал он не позволяет себя проваливаться тем не менее но не совсем он на острие этой гонки и непосредственно на колесе за кентаной он не сидит потому что как мы привыкли видеть когда первое и второе лицо генеральной классификации ездят как связанные на тур де франц в особенности когда фрума кентана это уже притча во языцах сейчас текущие показатели мощности были у вас на экране и вы видели что то и дело думала но для того чтобы держаться прочно и для того чтобы осуществлять вот ту нехитрую тактическую схему ему нужно так или иначе везде рискованные рискованные держать обороты пьерролан проверил себя попробовал прикинул может ли он оказаться полезен формула на данный момент понял что вряд ли предыдущие этапы сделали свое дело однако все равно он бережет ногу чтобы быть позже полезным если может быть на спуске сумеет влиться снова в группу тоже пошел достаточно на легкой передаче раскручивать матвей хорошо что и в прошлый же раз он доехал свою первую супер многодневку в конце прошлого года в этот раз мамыкин также финиширует трехнедельную гонку это уже само по себе для молодого гонщика большой показатель потому что это говорит о том что человек уже организм человека восстанавливается и он приспособлен в принципе к такой работе ну а дальше уже для начала до доезжать для начала быть заметным на некоторых отдельных этапах мамыкин чем чем кумиром по манере по тактике всегда был марку понтане блиставший в этих горах также не далее как вчера мы об этом вспоминали об аналогичном финише поскольку гонка историческая то параллели множество но мы глядим и в будущее а будущее весьма интересно например в следующем году вроде бы как говорят что все будет начинаться с разделки причем с подъемом будет стартовать вроде бы все времени и будет подъем на сан-марино на монто титану но тем временем константин севцов вынужден вы видите поддерживать темп на несколько перетяжеленной передачи вчера он был очень полезен не были сегодня вы видите костя немножечко уже подварился такое ощущение нога вот такая она уже уставшая от влагопотерь в то же время мягонько и легонько педалирует сейчас и перекусывает француз капитан фанцес дежу чувствует себя пока просто прекрасно в тот момент когда мамыкин со товарищей диктует темп основной группе и делает гонку тяжелой вот это всегда тоже очень важная миссия кто сделает гонку кризисной для лидеров в данном случае есть за что бороться в данном случае остязаемые шансы ульнура закари на стать даже и призером он должен в это поверить он не должен подстилать себе соломку и команда сейчас во многом как говорится обязывает его действовать именно так но для начала она естественно должна была быть уверенной в том что он сегодняшний этап вы вытянет и что он будет по-прежнему атаковать и он восстанавливается по-прежнему хорошо и после серии вчерашних атак он снова готов поддерживать этот натиск товарищей по команде в итоге кстати говоря в плане коллективных действий обратили бы наверняка внимание на то что катюша конечно если сравнивать его допустим с санвебом в горах коллективные их действия гораздо разнообразнее гораздо больше кандидатов на то чтобы осуществлять коллективные тактические схемы и гонсальвиш и кизерловский и мамыкин и висеосо видны довольно часто и бельков сегодня на ранних стадиях тоже включился конечно потеря павла кочеткова причем когда еще основные этапы только-только начинались настолько рано это было очень досадно и это очень ощущалось желаем павлу поскорее зарастать поскорее восстанавливаться опа стив мураби то ну вообще с другой стороны пол горы он практически отработал так что в целом ничего страшного главное для пино это чтобы врач бах вместе ну и рачен бах вообще в генерале это близко на 16 позиции и плюс к этому есть еще и ладонью впереди ладонью который будет когда пойдет атака француза практически никто не сомневается в том что он будет атаковать тогда естественно он будет цеплять француза но француз сейчас на примете у закарина полминуты между ними пару раз чуть-чуть он запаздывал и вчера и позавчера чуть-чуть запаздывал ильнур в действиях против француза раскатывался потом выходил на его же обороты но просвет уже образовывался призывает не были атаковать и добиться успеха в честь карпоне но собственно говоря уже это в доломитах произошло две подряд победы бывших представителей астаны были в память о великом спортсмене и замечательном человеке но надо знать просто отношение болельщиков итальянских книбали и в особенности кстати говоря юных болельщиков потому что но это просто это просто кумир это просто первый он первая ассоциация которая возникает в сознании любого итальянского мальчишки с велоспортом то есть есть много сильных итальянских гонщиков которые в разных специализациях преуспевают тем не менее они были вот это такой друг детей любителей и занимающихся велосипедным спортом гешке еще пока не выпал из этой группы но не понятно пока до конца надолго ли он здесь и будет ли способен оказаться полезным своему капитану гонсальвиш тем временем переместился ближе к хвосту этой группы но с другой стороны можно сказать что подстраховывает ситуацию хвосте потому что в идеале конечно коллективные действия команды должны строиться так в группе фаворитов кто-то должен быть впереди подхлёстывать как это делает матвей сейчас кто-то должен держать тылы в случае если у капитана прокол поломка мало ли что или даже может быть какой-то кризисный момент тот должен мгновенно на это среагировать да у думала она несмотря на то что бумаги вроде как говорят о соизмеримости их роста ух как двинул то матвей но чуть-чуть здесь стало поположе и он по понтаниевски извинчивает темп только единственное что не за низа руля потому что у него другие немножко сегментарные характеристики и кому-то там в глубине группа еще сильнее ближе к хвосту стала тошнёхонько но теперь он передает бразды правления этой группой представителям мавистара три человека из мавистара самая по-горняцки укомплектованная команда команда в которой больше всех именно опытных горняков и имеющих уже опыт побед в генеральной классификации подобного рода гонок это конечно очень очень важно и у каждого своя полоса да за которую он отвечает несколько этапов вот сейчас связка из двух этапов это работа виктора дэлапарте и вчера он периодически первым был в группе и сегодня он тоже тащит за собой тем временем гешке мобилизует свою энергию и на более пологом участке он сажает ду думала на нет он подвозит сейчас тендама поближе к думала ну потому что тот ты сидит за французом как вы видите за французом и за швейцарцем его оруженосцем в горах раньше бах на горных этапах очень надежен сейчас перекусил обратите внимание раньше бах ноги довольно тяжелые много мышечной массы вверх тело довольно-таки легкий горняцкий но вот эта тяжесть ноги и структура ноги она немножко мешает ему конечно быть вообще супер горняком однако для команды он бесценный работник наверняка все обращают внимание на то что думала на по-прежнему два оруженосца и что пока он не подает никаких сигналов бедствия то есть силы здесь равны дадапарте амадор и кентана и три представителя санвеба и три представителя катюши что там у багрейна мериды я пока вижу двоих у астаны двое катальдо и еще кто не могу там ближе к хвосту не могу пока разобрать но отбор произошел вы видите что уже ряды всех команд изрядно поредели в группе фаворитов это пока еще не спуск нет монтеграпа пока еще не закончилась это вот серединка которая более пологая характер монтеграпы где есть куски всего-навсего 23 процента конечно не самый удобный для чистых горовосходителей это аритмия и невозможность додавить и под савилу допустим этот участок не понравился и вынуждены подстраховывать его товарищи по команде обладатель синей майки тем временем тоже здесь но и мамыкин с португальцем перекусывают пьют в основном сегодня нужно очень хорошо держать именно этот ритм ритм гидрации ритм восстановления минеральных солей день в целом все-таки очень жаркий тут олег писал на твиттере что по его мнению надо бы все равно застегиваться потому что это с аэродинамической точки зрения не выгодно нужно учесть опять же что ты теряешь расстегнувшись в плане аэродинамики что-то приобретаешь в плане того что тебе легче дышится эффективнее ты работаешь и учитывая конечно какие скорости сейчас повыше а в основном то все равно это в районе 20 километров в час аэродинамический эффект не настолько серьезен а вот термический эффект то есть если ты и психологически кстати говоря тоже эффект когда ты на распашку и ветер тебя охлаждает ты чувствуешь себя гораздо легче и работаешь гораздо эффективнее сейчас текущая скорость если верить трекеру от 22 до 24 километров в час на градиентах 3-4 процента то есть когда горки короткие с таким градиентом идется конечно гораздо быстрее но здесь на всю монтеграпу на все эти почти 25 километров нужно распределиться безошибочно и дунуть сейчас побивая всякие скоростные рекорды совершенно ни к чему слахтер ну так не сразу надо сказать что влился в эту группу снова проведя затяжную смену на крутом участке том етле один из самых невысоких гонщиков в районе метра 70 его рост да еще и к тому же не длинные ноги но весит немного весит менее 60 килограммов и за счет этого является неплохим горовосходителем однако в целом все таки не является специалистом горняком достаточно сбитой достаточно такая мускулатура у него соответствующая что он даже неплохо едет и однодневки тоже продав в этом году это было для него все таки вторично прошел все орденские классики но без особых лавров разве что только на верхушке мурдивы был 21 что опять же не является его пределом мечтаний 5 разных тяжелых этапов было в горах на этой неделе и какие тактические схемы вы убирали и что вы верите сейчас сегодня тот момент когда физика не в первую очередь а первую очередь это все-таки психология это устойчивость и я бы сказал что это сражение характера в первую очередь кто лучше справиться с кризисом с усталостью от этого зависит может быть с этой точки зрения розовая майка была бы лишней нагрузкой нагрузкой для тома ну да мы в принципе были в такой позиции когда мы понимали что у нас будет где ее отвоевать снова так или иначе последнее выполаживание порядка 15 километров наверху и два подъема это этап который собран из блоков но и мы готовы ко всему и самое главное что мы настроены на эту борьбу потому что важно самым важным компонентом сегодня был настрой настрой на преодоление в любом случае адской усталости без перезагрузки проходит последние недели в этом отношении она уникальна для последних лет вчера в саппаде мы воспринимали вспоминали о том что значит когда усталость аккумулировалась и когда есть амбиции вспоминали конфликт между штефаном ротчем и византини роберта византини его товарищем по команде и который был лидером и которого его же собственный однокомандник лишил этого лидерства и как на подъеме как раз именно к саппаде но тогда еще был разумеется не такой большой выбор передач и эти семерники по моему да у них там были эти кассеты из семи звездочек конечно не давали всего диапазона и ведущие шестеренки тоже были достаточно велики постоянно итальянцы крутят этот момент как нечто совершенно невиданное до тех пор когда капитан едва-едва продавливает педали и некому ему помогать а ротч на всех парах несется своей победе к своему общему успеху другой стороны ротч был действительно на коне и очень хорошем состоянии а византини был довольно таки в кризисе и те заявления которые он делал после этого да они заводили болельщиков но это вот то что на самом деле и бывает то есть одно дело это скандалы с подключением фанатов с подключением прессы а совсем другое дело это то что на холодный рассудок выглядит ситуация совсем иначе и на нынешней жиры мы это тоже наблюдали не раз выиграли с